Маска, я вас знаю, и теперь их знает вся страна. Золотые маски – самые престижные театральные премии в коллекции наград Самарского региона. Они не первые, но чтобы сразу две, такое впервые. Актер Самарского театра драмы Владимир Гальченко оказался лучшим в номинации роль второго плана в спектакле «История лошади». Художник по костюмам театра «Грани» из Новокуйбышевска Елена Соловьева получила золотую маску за работу над спектаклем «Корабль дураков». Лауреаты делятся впечатлениями о церемонии награждения, признаются, испытали шок. А нормальный и талантливый человек, относящийся к себе реально, всегда найдет в себе то, чего он не достоин никогда, в жизни никогда. И тем более приятно, когда твои коллеги, а здесь судьи были коллеги, так высоко оценивают твой труд, конечно, это и шок, и радость. Там были люди, которые посвятили этому всю жизнь. И вот немножко внутри испытываешь такое чувство, как бы вот, ну вроде как, рано мне еще дали. Конкуренция была сильной. За маски боролись больше 200 номинантов из 25 городов России. Никаких поблажек провинциальным театрам не делали. Награды такого уровня значительно повышают статус Самары как культурного центра. Губернатор Николай Меркушкин подчеркнул, своим трудом актеры пробуждают в людях лучшие чувства, привлекают внимание молодежи к литературе, истории, формируют нравственные ценности общества. На самом деле очень важно, потому что культура это все-таки, что бы мы ни говорили, это основа основ нашей жизни. Это есть, значит будет будущее. Этого немножечко, если не достает, уже появляются определенные проблемы. В год культурного прорыва ожидается много событий. В сентябре сдача в эксплуатацию нового здания театра Самарт, реконструкция Струковского парка, как самого близкого к театру драмы, а также расширение и современное оснащение театра студии «Грань» в Новокуйбышевске.